Приветствую вас! С вами Алла Касаткина и проект «Ладное я». Сегодня мы поговорим с вами о том, как отношения в семье могут влиять на то, что происходит у вас на работе. Когда у женщины в семье всё классно, когда в семье царит взаимопонимание, любовь, доверие, женщина кажется такой вот, знаете, полной чашей спокойствия и благодати. Она достаточно миролюбиво воспринимает всё, что происходит вокруг неё. Она не выдаёт резких замечаний, она не критична, она доброжелательно относится даже к каким-то не очень корректным выпадам в её сторону. Она может сгладить любую критическую ситуацию. Почему? Потому что когда у женщины в семье всё хорошо, женщина полна благодатью. У женщины есть внутри ресурс для того, чтобы самортизировать весь негатив, который приходит извне, и уравновесить его. Но что происходит, когда у женщины в семье творится непонятно что? Когда у женщины в семье происходит сплошной шторм или постоянные боевые действия. Когда ей приходится постоянно либо доказывать мужу, что он неудачник, либо стремиться срочно его вернуть домой, потому что он где-то там загулял с друзьями или вообще загулял. Когда она находится во всём внутреннем напряжении, когда она находится в состоянии постоянной борьбы с собой. Борьбы за семью, за себя, борьбы с мужем. То есть внутри у женщины постоянный конфликт. И когда эта женщина приходит на работу или приходит в любое место в социуме, она похожа вот на такую заряжённую частичку. Тронь её и будет взрыв. И, боже упаси, попасть такой женщине под руку. Потому что эта женщина, как ураган, пронесётся и не заметит. Она может очень язвительно сделать замечание. Она может оскорбить и не заметить. Она может раскритиковать, разнести в пухи в перья, не задумываясь о последствиях. Она может выдать очень бурную реакцию и потом очень сильно жалеть спустя какое-то время об этом. Но исправить уже будет ничего нельзя. Почему так происходит? Потому что женщина так устроена, что она черпает свою энергию, черпает душевный покой, ощущение уверенности в себе, она черпает в своей семье. И если в семье нет стабильности, если в семье нет взаимопонимания, у женщины начинается разлад во всех сферах её жизни. И в первую очередь это на работе, потому что работа занимает второе место, вернее первое место по количеству времени, которое мы проводим где-то в определённом месте. Потому что домой мы возвращаемся, мы со своим мужем там, видимся час или полтора утром, мы видимся 2-3 часа вечером, это меньше чем 8-10 часов, которые мы проводим на работе. И вот именно эта очень часто неустроенная жизнь, семейная, личная жизнь, проблемы в личной жизни, когда у женщины находятся вот в периоде таких стрессов, они приводят к тому, что штормы перекочёвывают из семейной жизни на работу. И на работе тоже начинаются проблемы. И когда меня спрашивают, Алла, ну как же так, что делать, потому что тут не ладится, там не ладится, можно ли как-то эту ситуацию исправить? Да, исправлять надо с той точки, которая самая важная. Тогда эффект будет благополучно распределяться по всем остальным сферам жизни. А поскольку семейная жизнь, личная жизнь, для женщины является ведущей, поэтому наводить порядок имеет именно там. Потому что изменения в семейной жизни очень сильно меняют женщину в лучшую сторону. А как узнать, вернее, как правильно наводить порядок в семейной жизни, как правильно выстраивать взаимоотношения со своим мужчиной, я расскажу вам в одном из следующих видео. С вами была Алла Касаткина и проект «Ладная я».